Судьба гораздо более важных вещей, то есть, например, доллары и евро. Это наша с вами судьба, Александр Ильич. Да, это наша с вами судьба, это наша с тобой биография, Оленька. Биография, совершенно верно. И особенно на фоне этих трагедий с долларом и евро, любопытно звучат предложения лидеров европейских стран для россиян, которые хотят поехать в какие-то иные, скажем так, государства и страны, вот на границах ввести обязательный тест на так называемый «Крым наш». И посмотреть, да, эта инициатива уже неоднократно высказана, равно как и МИД России предупредил, что возможны провокации на границах и захват российских граждан. Но мы же понимаем, что все страдания России, ее нищета, усугубление этой нищеты, которая нас всех ждет, окончательная смерть примерно 60% предприятий, потому что вот эти вот адские колебания курса, они же выбивают большое количество бизнес-структур, просто существование которых должно проистекать либо стабильно, либо никак. Потом им уже не восстановиться из тех ям, в которых их обрушивает подобного рода катаклизм с валютой. Вот цены на нефть, курсы валют, вся эта смертельная фигня, это же все имеет чисто политические причины и никакие другие. Это все плата за игру в это великодержавие, и все равно это началось не сейчас, не вчера, это все началось в 2014 году. И сейчас мы, вероятно, не достигнув еще нижней точки, но мы продолжаем все равно расплачиваться за захват курортика. Но я думаю, что российская публика должна быть в восторге. Она же так любит кричать, что Крым наш, она должна с таким же восторгом будет принять и нищету, и проблемы валюты, и удивительные кадровые извращения. Хотя вот смотри, вот говорят управлять... Что вы имеете в виду по поводу кадровых извращений? Ну вот понимаешь, Мишустин действительно необычайно талантливый налоговик, но не может налоговик возглавлять правительство, которое обязано созидать. Нельзя строить шар бабой. Шар бабой можно только ломать. Да, он свиреп, он беспощаден, но от правительства требуется немножко другое. Вообще там нужны люди... А зато как он Лукашенко слушал хорошо. Помните, какое личико было? Личико у него было демоническое в этот момент. Тоже, кстати говоря, мог бы озаботиться кадрами, потому что кадры-то есть, надо просто пошарить. Вот посмотри, вот в Пакистане есть потрясающий парень Рашид Назим. Вот кто умеет работать с головой, он на днях разбил 51 арбуз головой за 2 минуты. Ты мне покажи в российском правительстве... У вас с арбузами что-то связано, Александр Ильич. Да, но это, извини, сентябрь. Ты мне покажи в российском правительстве хоть одного человека, который хотя бы так бы умел работать с головой. Поэтому, конечно, ну, надо еще пожалеть государство, которое сейчас очень много на себя взяло. Очень много, и оно изнемогает, ему тяжело, потому что оно взяло на себя убийства, погромы, пытки, отравления, изнасилования, вымогательства, в распространение болезней, воровство, подлоги, хамство, хулиганство, оскорбление, кревету и грабежи, мошенничество, откаты, распилы, а массированное вранье когда-то этим занималось, частично все-таки занималось население и скрашивало себе этим досуг. А сейчас все это тянет на себе только бедное государство. Его надо пожалеть, Оленька. Продолжение следует...